Я потеряла своего заяца Покемон! Небезопасно ходить Эй, 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 Юми, там овраг А-а-а! Юмичу! Да что ж такое! Юмичу, наверное, где-то там надо мной бегает Ловит ртом комаров Ёжика прям на дороге Привет, я Энни Мэджик И со мной тут моя собачка Покемон Юмичу У меня не одна собачка, а целых четыре Но остальные трое остались дома Потому что они самые взрослые А Юми самая младшенькая У нас ей чуть больше годика И поэтому я решила, что нам нужно с ней наладить контакт Побольше общаться, побольше быть вдвоем Гулять и заниматься Поэтому сегодня мы отправились на прогулку Именно с ней Пэтшоп наградил меня такой вот красивой дощечкой Лучший блогер Энни Мэджик Это на встрече Пэтшоп Дэйс было Там же мне подарили два вот таких вот подарочка Пэтшопа для питомцев Там очень много всяких крутых штучек И недавно они мне прислали огромный, просто огромный букет Рос и конфеток Рафаэла Кстати, Алиска очень неоднозначно реагирует на этот огромный букет Поэтому я ставила здесь скрытую камеру Чтобы снять кадры для каждой котик такой два на Мэджик Пэт Вот так вот выглядит у меня балкон Тут в три слоя подарков Они просто, их невозможно по-другому было сложить И места не было, когда неожиданно приехала машина куда-то их складывать Поэтому их сложили в несколько слоев на балконе Это очень, да, выглядит эпично Так что если вы хотите распаковку автобуса подарков Спэтшоп Дэйс, лайк Покемон поехала Короче, мы сейчас остановились ненадолго В магазин зайти В общем, Юмичу, да не лежись Ездит на машине не первый раз Первый ее раз я даже снимала видео Это был влог, в котором как раз я давала полезные советы Как приучить собаку ездить на машине Чтобы ее не тошнило, чтобы ей не было плохо Потому что когда Юми первые разы свои ездила Ей все время было плохо То есть сейчас ее уже не тошнит Она более заинтересована поездкой Некоторые замечают, что чихуахуа у них есть такая манера немножко трястись Это происходит не только от страха, как кажется у собака А происходит еще от такого перевозбуждения И вот именно у этой породы это нормально И такое бывает Когда они перевозбуждаются, они могут как бы так дрожать Это не обязательно страх или какие-то вот именно негативные переживания Это могут быть и позитивные То есть они точно так же могут дрожать, когда очень радуются Видят своего хозяина, которого, например, давно не видели, встречают дома Если я еду с кем-то одним, я беру обязательно какую-нибудь лежаночку Вообще у нас есть автогамак большой Такой вот мы его расстилаем прямо на всю машину Но несмотря на это, чаще всего у меня собаки ездят либо на коленях, либо вот там вот в ногах Когда жарковато слишком Выходи! Вот молодец, мой покемон! Я думаю, мэджики узнают это место Это тот самый телефон, на который мне один раз ночью позвонили подписчицы из Краснодарского края Это было просто жутко и очень страшно А все это я говорю к тому, что сегодня на моем канале Animagic вышло видео, над которым я очень старалась Это что-то вроде смешилок, если вы в курсе, что это такое Страшилки, но это реально страшнее, ребят Обязательно посмотрите этот ролик, ссылочку на него я оставлю внизу в описании Пока мы ехали в наш Мэджик Хаус, мы проезжали вот такое вот очень красивое большое поле васильков Оно прям фиолетовое Если я пойду туда, пойдет ли Юми за мной через всю эту траву? Я пошла! Смотрите, какая красота! Где мой покемон? Тут какая-то пшеница и в ней вот такие вот красивые васильки синие растут, да? Покемон, как ты будешь пробираться? А если я убегу от тебя? Она пропрыгает Кролик попрыгует Она пропрыгает, она так смешно Радости, больные стены Я потеряла своего зайца Покемон! Заяц мой, прискакала Ставьте, ребят, лайк этому ролику, если вы хотите влог со всеми моими питомцами Чтобы я пошла гулять со всеми своими собаками И в том числе привела на Мэджик Хаус, привезла киску Алиску, которая еще здесь никогда не была Мы сейчас с Юмичу по нашей традиции отправимся на озеро, которое у нас вот там вот находится Но не с этой стороны, как обычно, а с другой стороны обойдем Кстати, если вы узнали, то на этой моей футболочке изображена именно Юмичу Я совсем забыла вам сказать, да, действительно, я во многих уже своих роликах и на фотках в нашем инстаграме Не забывайте на них подписываться, на мой и на инстаграм питомцев Снимаюсь во всяких вот таких вот штучках с моими питомцами Одежки, всякие свитшоты, худи, футболки Не только с Юмичу, но и с другими моими питомцами Это действительно Мэджик Мерч от магазина MyPets Они сделали все это, и там не только футболки, свитшоты и худи, но там еще кружки и значки В общем, куча всяких мелочей И в том числе наши лежанки Мэджик Фэмили Розовый цвет Софиши, салатовенький цвет Мишани Синенькие цвета Эйвана и желтенькие цвета Юмичу Но все спят, где попало Лежачки все вот с таким вот логотипом Мэджик Фэмили И они реально очень легко чистятся от шерсти Их можно прямо вот стирать в стиралке И при этом они не потеряют форму У них вот такие вот здесь как бы бортики Они, с ними ничего не происходит И вообще они сделаны из такой как бы ткани мебельной, антивандальной Которая не портится Собаки могут ее шкрести, драть, и с ней ничего не происходит Короче, они очень классные Вот тут бирку я до сих пор не сняла Бирочка такая вот наша Мэджик Фэмили В общем, кому надо, берите Потому что они реально крутые И многие, кто уже брал, очень хвалили Здесь такая вот подушечка Она половинчатая тоже Здесь как бы один цвет Потом идет вот такая полосочка-каемочка И идет вот такая вот очень плотная ткань Футболки, худи, свитшоты Самые разные Они реально очень-очень качественные Это совсем не какой-нибудь там Китай То есть они реально долговечные Прослужат всю жизнь Можно брать, не сомневаясь И еще там есть всякие такие вот штучки Типа кружечки Значочки Брелки Чехлы на айфоны Телефоны Вот такие вот нашивочки Мэджик Фэмили Черный и белый вариант И все эти вещи в очень ограниченном количестве И потом их уже нельзя будет купить Поэтому, кто очень хочет Торопитесь Ссылочку на MyPads магазин Я оставлю внизу Спасибо им, что они сделали такие крутые штуки Мы учим команду рядом И когда она правильно выполняет команду Я ее хвалю Напоминая слово Рядом Молодец Молодец Рядом Молодец А теперь нужно ее похвалить Мою собаку Машина едет Юмичу Стоим Мы показываем Юме вкусняшку Но ей ее не даем Она не понимает, почему И думает, что же нужно сделать Такого за эту вкусняшку Но не это Сначала, когда мы учили эту команду рядом Я хвалила Юмичу вкусняшкой намного чаще Но сейчас я хвалю ее по окончании выполнения этой команды То есть уже тогда, когда мы прошли рядом Лучше, конечно, учиться этой команде Начинать ее учить на поводке Потому что, когда собака на поводке идет рядом Ей проще понять, что от нее требуется Но Юмичу сейчас уже может это и без поводка делать Я подумала, что до того, как мы спустимся на речку Мы с Юмичу преодолеем большой пеший маршрут И сходим на заброшку Которая участвовала в огромном количестве моих роликов Но, к сожалению, после урагана она была очень сильно разрушена Заодно мы с Юмичу повспоминаем Вы это видели? Очень многие люди говорят, что замечали Как их собака-девочка почему-то делает это Писеет ходит в туалет по-маленькому Поднимая одну лапу, прям как мальчик На самом деле она не ходит в туалет Она действительно метит И так делают очень многие собаки-девочки Они ведут себя как мальчики Потому что они очень доминантные То есть у них такой характер И они реально могут это делать иногда, поднимая ногу Это выглядит, конечно, очень странно Но точно так же некоторые мальчики, которые вообще не доминантные И очень часто кастрированные Могут писать, как девочки Конечно же, Юме все очень интересно Она готова залезть просто куда-нибудь и изучить все Когда хвост один торчит Давай, иди сюда Ай, молодец Короче, еще такая фишка Собака выходит на улицу и перестает обращать на вас внимание То есть бегает, нюхает все Перестает слушаться Вообще живет своей жизнью В общем, как это работает? Вы гуляете с собакой редко и недостаточно И поэтому ей все интересно Когда вы начинаете привлекать себе внимание И пытаться с ней играть или заниматься Ей хочется изучить пространство вокруг Ей совсем не хочется сейчас заниматься Решение этой проблемы простое Гуляйте чаще и подольше И тогда собака привыкнет, что это у нее норма И ей уже будет это все не так интересно И она начнет обращать на вас внимание На ваши просьбы позаниматься На ваш мячик Вот тот самый заброшенный дом В котором проходило очень много разных моих съемок Аккуратней Дорога, Юми Вот, молодец Те, кто видел эту заброшку, помнят Что там был второй этаж Полностью перекрытый Были окна Вот здесь был вход в нее Но сейчас все рухнуло И туда стало вообще небезопасно ходить Я туда тебя не пущу Ковыляет на кирпичах Мой заяц-покемон Она же любитель лазить по деревьям Если вы помните прошлое лето Я снимала, как она бесконечно лазит по деревьям И теперь... Эй, 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 Юми Я понимаю, что тебе очень интересно Иди сюда, бегом Молодец Нельзя туда ходить Скачи Скачи, мой кролик Давай Да, рядом идем Пятачок Куда идем мы с Пятачком? Я вообще Юми пирожочек дома называю Аккуратней, Юмичу Там овраг Аккуратней Блин Чуть не упала туда сейчас Возьму вот такой вот батон с собой целый И вы увидите зачем Я надеюсь Это то самое озеро, в которое она побежала прошлым летом Потому что подумала, что это земля Теперь-то Юми знает, что такое вода Дома она уже не раз купалась в ванне А летом прошлым она плавала в речке Но прошло достаточно много времени Посмотрим, как она сейчас отреагирует И зачем мне нужен этот батон? На нашем озере поселилась утка с четырьмя маленькими детками Они совсем маленькие, еще не умеют летать Они только плавают по воде Она их очень оберегает, сторожит И я хочу подкормить их Я прям видела этих маленьких утят Их маму утку Я очень надеюсь, что мы их увидим Юми очень любопытная Аккуратней, Юми Аккуратней А то сейчас в трубу полезешь, как там, где Вот опять, ну что ж такое-то Покемон опять перепутала землю с водой И грязь вот на воде Это просто такой пух Этот белый, который тут плавает везде Я думала покормить уточек Но что-то их нету вообще Юмичу Да что ж такое Иди сюда, скорей О, господи Покемон так нельзя делать Бесстрашный мой покемон Любитель нырять, блин, в речке И лазить по деревьям И вот так вот скарабкиваться на трубу И все, и ушла Ну что там, видимо, никого не будет Юмичу, наверное, где-то там надо мной бегает Юмичу О, это мой покемон Мой покемон Нашла меня Очень важно, чтобы собака видела всякие необычные вещи Встречала препятствия какие-то на своем пути Пыталась решить задачу Как, какие действия предпринять Чтобы добиться результата Ну вот Юмичу не решается сюда ко мне в трубу пройти С другого конца попыталась Юмичу, давай, иди ко мне Давай, молодец Ай, молодец Молодец, мой покемон Вот мы с тобой и пробрались В страшную трубу Вот молодец, мой покемон Вот молодец Пойдем, покемон, скорее Молодец, да Пойдем, потому что ты мокра Жим, да Жопик Купаться еще рано Холодно еще, Юми Нужно очень большое терпение Чтобы добиться от собаки то, чего вы хотите И заставить ее не бояться Но зато это потом дает гигантские результаты Но тут нужно понимать вот эту маленькую грань Не переборщить То есть не напугать свою собаку То есть если бы я просто затащила в эту трубу Она бы перепугалась, скорее всего И ей бы это не понравилось Как только она сама преодолела этот рубеж И я ее похвалила Она поняла, что это не страшно Поэтому теперь мой гордый покемон бежит Впереди меня Машет хвостом Радостно так бежит Только посмотрите на эти грязные лапы Это только передние, задние Еще хуже Юми капец вообще Покажи свой живот Ааа Ужас Вот здесь, кстати, засеян Вот такой вот квадрат газона Юми чу И все вообще собаки Очень любят эту траву кушать Я как-то в прошлом летом в одном из роликов Рассказывала, почему И даже делала отдельное видео Почему собаки едят траву Подвытерла ее Она подсохла Такой покемон Лежит Пузом кверху Жрет траву Мы еще, наверное, с Юми чу Не гуляли столько часов То есть весь день Юми сейчас как Эйвен Ловит ртом комаров И ест их Юми чу Мы тут ежика прям На дороге Увидели Ежик, ежик, ежик Стой Стой, ежик Ааа Я в лужу наступила А еж убежал Юми чу Так на него смотрела Ну не увидела ежика Ты Юми Я уже переоделась Юми уже высохла Я ее вытерла Посушила Она тут еще побегала Поиграла У нас уже закат Я вот в таком вот стиле Снимала страшилку Много часов подряд Очень устала У нас уже поздний вечер Если вам понравятся наши влоги Ставьте лайк Переходите по ссылочкам На новые видео На других каналах И увидимся скоро В новых роликах